Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Великой Отечественной войны. Сколько пунктов в программе? Улыбнитесь, вас снимает видеокамера. Местный житель похитил два велосипеда. Общая стоимость украденного составила 2130 рублей. Где попался воришка? Дрифтинг, слепстрим и пидстоп. Город принял республиканскую спартакеаду техноспорт. Таких площадок у нас осталось немного. Кто поднялся на пьедестал почета? А также взаимовыгодные идеи. Дополнительный поезд и национальный логотип. В стране объявлен конкурс на отличительный знак белорусских товаров. Что ждет победителей? Двери Беларуси открыты для инвестиций. Президент встретился с руководством компании «МАР Пропертис». Мохаммеда Али Аль Абарова называют идейным вдохновителем современного Дубая. Бизнесмен владеет несколькими крупными компаниями и входит в список самых успешных предпринимателей Объединенных Арабских Эмиратов. В Минске инвестор намерен вложить 4 миллиарда евро в проект «Северный берег». Это город в городе, жилые дома, собственная инфраструктура и места общественного назначения. Это крупнейший проект. Я думаю, более крупного проекта у нас в Беларуси еще не было. Конечно, мы будем говорить о сотрудничестве в сфере IT-технологий. Я очень хорошо знаю, что вы этому сектору уделяете большое внимание и знаю, что Эмираты значительно продвинулись в этом плане. Я вам благодарен организации той беседы в Эмиратах, когда мы вместе с вами смогли послушать ведущих специалистов в области разработки искусственного интеллекта. И тогда я понял, что в данном направлении в Беларуси еще много предстоит сделать, чтобы выйти на тот уровень, который вы тогда достигли вместе со специалистами из разных стран мира. Среди других сфер, которые интересны партнерам, а сельское хозяйство и продовольствие, Александр Лукашенко при желании арабской стороны готов обсуждать с представителями эмиратского бизнеса любые взаимовыгодные идеи. Плохо стоял. Бобручанин украл велосипед. Немецкий байк находился в подъезде дома по 50 лет в ЛКСМ. Неизвестный мужчина перекусил противоугонный трос и был таков. Его действие запечатлела камера видеонаблюдения. Через некоторое время вор был задержан, причем с еще одним угнанным аистом. Он укатил двухколесное транспортное средство, которое стоило около 930 рублей от одного из веломагазинов, хозяин которого не успел заметить пропажу. Общая стоимость украденного составила 2130 рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Иностранные студенты, национальный бренд и государственный мониторинг. Беларуси станет меньше внеплановых проверок бизнеса, на чьи плечи ляжет ответственность. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Республика планирует увеличить производство сельхозпродукции почти на 5%. Этому способствует тот факт, что уже удалось накопить необходимое количество минеральных удобрений. Плюс у агрария в достатке техники и топлива. В этом году наша страна будет полностью обеспечена продуктами питания. По поручениям правительства в Беларуси станет меньше внеплановых проверок бизнеса. Теперь решение об их проведении будет принимать лично руководитель контролирующего органа под свою персональную ответственность. При этом мониторинг не может превышать 10 рабочих дней. Исключение – расследование по уголовным делам. БелЖД пустит дополнительный поезд по маршруту Минск-Санкт-Петербург. И в столицу он отправится 23 июня в 19.15, обратно 26 числа в 14.26. По территории нашей страны состав будет следовать через станции Жодина, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск. Продажа билетов уже открыта. В белорусские вузы по ЕГЭ абитуриенты из России и Казахстана могут поступить без вступительных испытаний на платной основе. Также, согласно новой редакции Кодекса об образовании, расширен набор целевой подготовки больше 3000 мест. В целом 49 высших учебных заведений планируют принять около 53 тысяч молодых людей. В стране объявлен конкурс на слоган и логотип национального бренда белорусских товаров. Цель – создать современный, оригинальный и легко узнаваемый знак отличия. Принимают до трех работ. Победителей ожидают вознаграждения. Прислать графический макет можно до 1 июля на электронный адрес на экране. Губительные воды. В Могилевской области за сутки утонуло два человека. По статистике, большинство таких трагедий происходит в начале купального сезона. Спасатели напоминают, плавать можно только в специально отведенных местах. На оборудованных пляжах при температуре воды не ниже плюс 18 градусов. Стоит соблюдать и правила пользования лодками – не перегружать, не раскачивать и не прыгать с них. Детям мы напоминаем о том, что запрещено баловство на воде, игры. Желательно не использовать надувные матрасы, круги, потому что открытые водоемы и течения – это чревато опасностью. Взрослым, конечно же, напоминаем, чтобы они ни в коем случае не отправляли одних детей на водоемы и не оставляли малолетних детей без присмотра. В Бобруйске определены четыре места для купания. Центральный пляж – в шестом микрорайоне, на территории санатория «Вшинник» и имени Ленина. Зоны отдыха оборудованы спасательными станциями, навесами, душами, раздевалками. Тут же продаются напитки и еда. От героев былых времен. На площади Победы сделал остановку передвижной музей. Представлена мобильная экспозиция в рамках республиканской акции «Дорога памяти». На витринах только подлинные вещи из лагеря смерти. Подвиги советских солдат вспомнила Ольга Васенда. Подобное можно увидеть лишь раз в жизни. На площадь Победы прибыла необычная фура. Внутри 14-метрового музея больше 50 экспонатов, разделенных на пять разделов. Первый транслирует период оборонительных боев в июне 1941-го на Советско-Германском фронте. У некоторых предметов поистине уникальная история. Выяснилось, что медальон принадлежал сержанту Сахно. У него действительно очень уникальная история. Дело в том, что жена Мария отправила своего мужа на фронт еще в июне 1941-го года. Спустя один месяц она получила извещение о том, что ее муж пропал без вести. После этого никаких сведений было неизвестно. И только вот спустя 50 лет, когда были найдены предметы, она смогла узнать о настоящей судьбе своего мужа. И потом, конечно, передала все личные вещи в наш музей. Личные вещи солдат, снаряжение, фотографии и рассказы о героях войны, белорусах и уроженцах, которыми гордится наша страна. Предметы, найденные на месте лагеря смерти «Малый Тростенец», периодов партизанского движения и освобождения Беларуси, будоражат своими историями. На витрине только оригиналы. Экспозиция включает и интерактивную карту. На ней отмечены 27 городов, которые награждены вымпелами за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной. И в их числе и Бобруйск. Работает здесь и тематическая фотозона. В пути сотрудники музея собирают материалы о геноциде белорусского народа, а также предметы, связанные с участниками партизанского движения. Подлинники впоследствии пополнят собрание передвижной экспозиции. Дети должны знать нашу историю, потому что есть печальный опыт, как мы видим. Когда люди не знают свою историю, то она повторяется. В годы войны для меня, значит, это очень тяжелое время, потому что там не хватало еды, воды. Людям было довольно тяжело сражаться за свои земли. В потыли ездили, а так вот в таких поддомных еще не было. Ну вот больше хочется ребенку рассказать, все это показать, потому что, ну, этого она не видела. Музей на колесах создан на основе фондовых материалов и путешествует по Беларуси в рамках патриотической акции «Дорога памяти». В планах посетить больше 30-ти городов. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Финишная прямая. Бобруйск принял республиканские соревнования по автомодельному спорту. Спартакиада собрала 25 участников из всех регионов страны. Заезды проходили на базе городского парка в шести классах. Перед каждым пилотом стояла задача проехать дистанцию быстро и аккуратно. За касание фишек – штрафные баллы. Каждый год почти мы проводим ее в гостеприимном городе Бобруйске по одной пустой причине, потому что нас очень радостно встречают. Соответственно, здесь есть место, где это можно провести, потому что таких площадок у нас осталось немного. По итогам трехдневных стартов – первое командное место у сборной Минской области, второе забрал национальный детский технопарк, третье – столичные пилоты. Гонки проводились уже в 20-й раз, а 22 июня Бобруйск примет соревнования по судомодельному спорту. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!